Вот оно, настоящее питерское солнце. Погода хреновая. Покажи, покажи людям. Это серый, дождливый Питер. В общем, сейчас я тебе покажу. Пойдем к Роберту, посмотрим, как делаются доски. Здорово, Роберт. Здравствуй. Слушай, можешь просто взять конкретно какую-то и при нас сделать? Да, давайте сделаем, сделаем дубовую доску сегодня. Начнем мы с выстругивания. Плоскость мы задали. Сейчас будем придавать ей геометрическую форму правильную. Вот и все, наша доска готова. Слушай, гладкая такая. Абсолютно ровная. Теперь мы будем ее распиливать. Давай сразу. Зачем мы делаем? Зачем? Почему просто нельзя взять вот этот кусок доски, там, придать ему какую-то форму красивую и все. Потому что чем меньше деление дерева, тем меньше его деформации в процентном соотношении. Ну вот, собственно, все. Сейчас мы здесь обрежем. Поскольку доска у нас будет шириной 30 сантиметров, нам надо сделать щит шириной 30 сантиметров. Для того, чтобы эта доска прослужила долго, у каждой доски есть годичные кольца. Нам, соответственно, требуется их расположить таким образом, чтобы они смотрели в противоположном направлении. Да? Поэтому мы просто берем заготовки, их переворачиваем. Понятно. И такая волна получается, да? Да. Получается такая волна. Вот. То есть у нас через один они все смотрят в разную сторону. Соответственно, клей, который мы используем, да, он полностью разрешен для контактов с пищей. Соответственно, очень тщательно. Поскольку это дуб, он пористый, очень тщательно промазываем абсолютно все поры, все жилки. Все. И в таком состоянии мы его оставляем сохнуть минимум час. Через час мы сможем его обработать. Ну что, склеилось, да? Да. Все. Щиты два мы подготовили. Два у нас склеили. Сейчас, соответственно, мы их выравниваем и начинаем уже подготавливать заготовку для будущей доски. Наши щиты выровнены. Соответственно, мы их сейчас еще чуть-чуть подровняем, потому что, к сожалению, ножи оставляют небольшие полосы, которые будут мешать склейке. Вы можете даже на ощупь ощутить. Вот это отшлифованная сторона, а вот это еще нет. Да, да вообще, небо и земля, конечно. Какие-то смутные воспоминания из школы на уроках труда. Вот у меня что-то такое. Запах стружки, трудовик, трудовик в халате стоит, да? А следующая какая операция? Сейчас мы напиливаем вот эти зелянки, которые мы будем склеивать уже в дождь. Все, заготовки у нас готовы. То есть, как раз так, вот таким образом квадратики-то и получаются наборные? Таким образом, да. Вначале вдоль, потом поперек режешь и получается? Да. Потом склеиваем их так, получается наборная такая поверхность. Да, вот это тот вопрос, который всех волнует. Откуда же эти квадратики взяли? Как? Как вы так, да, квадратиками-то все это сделали? Большая тайна раскрыта. Неужели квадратик к квадратику приклеивали, думают-то, народ? А нет. Теперь мы их склеиваем поперек. Да, теперь мы будем склеивать поперек. Соответственно, вот эти небольшие брусочки нам нужны, чтобы при выравнивании уже готовой доски ее не вырывало. На каждом этапе, абсолютно, на каждом этапе просматриваются все нюансы. А брак это что? Вот явный брак это что? Вот, вот пример. Что надо выкидывать сразу? То, что мы не увидели изначально и не могли увидеть, это вот такая трещина, которая была посреди щита. Внутри доски ее не видно. Да, и вот в нашем случае это тот самый гарантийный вариант. Мы просто переделываем доску нашему клиенту, потому что, ну, эта трещина, рано или поздно она разойдется. Она может быть здесь, и мы ее можем не увидеть даже на этом этапе. То есть это не говорит о вашей небрежности, еще о чем-то, еще? Просто это нельзя вообще, да, нельзя усмотреть изначально. Да. Тьше, а где вы доски берете тогда? Теперь так мы назад отматываем, когда что-то начинаем понимать. Мы закупаем древесину исключительно экстра-класса, потому что все остальное, слишком много косяков, слишком много отхода уходит. Вот, у нас как раз получилось заготовок на 46 см, доска 45 как раз выйдет на те самые обрезки. И здесь тоже одна очень маленькая хитрость, нюанс. Тут мы начинаем заготовки перекладывать. В некой степени это придает более интересный узор, чтобы она не была такой однотонной. Да, более шахматной такой, да? И, соответственно, волокна, да, у нас тут должны смотреть, опять же, друг против друга, что дает доске дополнительную устойчивость. И волокна еще друг против друга. Да, то есть мы их подбирали, когда склеивали щит, и дальше подбираем, когда склеиваем заготовки, да, то есть у нас они смотрят в разные стороны. Вот в таком формате мы ее будем склеивать. А в среднем вот такая доска, конкретно вот эта, которую мы делаем из дуба, вот этой конструкции, да, она в среднем сколько будет служить при, ну, нормальном использовании, если не рубить на ней, там, топором, там, да, там, еще какие-то вещи, там, не делать? Ну, я прямо могу сказать, что на этой доске при ее толщине рубить топором можно. А, то есть можно и рубить топором. То есть рубить мясо нету никаких проблем. Ну, она может служить всю жизнь. Это правда. Да, то есть, поэтому мы на самом деле ей даем бессрочную совершенно гарантию, то есть, и за ними просто надо ухаживать. Как профессиональное изделие, оно требует покрытия маслом постоянно. То есть раз в месяц надо ее протирать маслом обязательно, ни в коем случае не мыть в посудомойках. Все, теперь мы ее оставляем сохнуть. Пару часиков мы подождем. Пару часиков. Ну, давай подождем, конечно. И после этого уже будем с ней работать. Вот, так что доска у нас наконец-то склеилась, да, сейчас мы ее выровняем. Поэтому они называются жертвенные бруски. Да. С ними все время что-то происходит. Если не будет вот этих брусков, оно в задней части просто вылетает. 4 миллиметра сняли, она наконец-то похожа на будущее изделие. Слушай, она заиграла как-то даже. Да, под маслом будет еще интереснее. Сейчас, соответственно, мы придадим геометрию. Вот, собственно. Готово. Отшлифуем вот этой наждачкой, да? Все, это последний момент. Сейчас мы уже приступим к ее фрезеровке. Заблестит. Да, сейчас, вот сейчас заблестит по-настоящему. Сейчас будет такое последнее настоящее преображение нашей доски, потому что она наконец-то будет покрыта маслом. Тунговое масло. Что значит тунговое? Тунговое – это ореховое. То есть это из дерева, из ореха? Да, да, это из дерева, из ореха. Ну, по факту, да. Дерево покрывается маслом, тоже полученным из дерева. Через 15 минут мы убираем излишки. Но окончательно оно высыхает через 12 часов. То есть это время, чтобы она окончательно высохла, впиталась, закрылась. Все, ей можно пользоваться. Перед использованием надо, конечно, один раз промыть. И все, она готова к использованию. Так что мы ждем 15 минут, вкручиваем ножки, ставим клеймы и упаковываем. Ножки. А ножки из чего? Ножки силиконовые. Они позволяют доске не скользить на столешнице. Все, Леонид, ваша доска готова, упакована. Я надеюсь, что послужит она долгую, верную службу. Я искренне восхищен твоим мастерством. Вот от души говорю тебе спасибо. Вам спасибо. Пока. Здорово, котаны и киски. Мы проводим розыгрыш. Приз вот эта прекрасная доска, которая сделана в мастерской Робсвудшоп по специальному заказу Ильи Исакича Лазерсона для вас. Розыгрыш 5 октября 2017 года. Условия конкурса предельно просты. Первое. Подписываемся на наш YouTube канал. Второе. Подписываемся на нашу группу в одной из соцсетей. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте. Третье. Выкладываем в этой соцсети ссылку на это видео. Четвертое. Возвращаемся на YouTube. Пишем комментарий, в котором указываем соцсеть, в которой вы выложили видео. И свой аккаунт. Свой аккаунт надо писать словами, а не в виде ссылки, так как ссылка попадет в спам. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok